А сейчас блок спортивных новостей. С ними вас познакомлю я, Иван Черезов. Здравствуйте! Мини-футболисты главского прогресса нашли такие деньги и съездили в Новосибирск. На очередной тур чемпионата России среди команд Суперлиги. Там они встретились с Сибиряком, занимающей вторую строчку. В результате упорной борьбы победителя в этом матче определенно не был. Команды разошлись с миром 4-4. После 8 туров прогресс разместился на седьмой строчке в турнире Таблицы. Более успешно обстоят дела у другого прогресса – хоккейного, выступающего в Национальной молодежной хоккейной лиге. В Павлодаре подопечный Сергей Кутяйович дважды обыграли местный клуб «Унайши» и еще прочнее укрепили свои лидирующие позиции. Только еще готовятся к сезону спортсмены Водкинского знамени. Они провели зимние сборы у себя дома, затем встали на лютоспортивном корпусе «Чекирел», где их и встретила наша съемочная группа. Традиционный сбор хоккеистов с мячом на Чекирилле. Уже не первый год они ездят сюда, чтобы встать на лед. Так как погодные условия пока не позволяют тренироваться у себя дома, делают они это здесь, на ледовой арене Центра адаптивных видов спорта. Мы провели полноценный сбор на земле, подготовились функционально. Сейчас 16-дневный сбор, уже заканчиваем в Чекирилле, двухразовые тренировки. Большое спасибо хочется сказать работникам, всем обслуживающим персоналу Чекирилла, что нас здесь уже не первый год принимают. Наставник команды Дмитрий Веселов поведал, костяк клуба удалось сохранить. Новобранцев шестеро, еще один игрок арендован. Среди прибывших мастер спорта Михаил Разумовский. Он принял участие в 176 играх Чемпионата СССР и России. Забил 20 голов, раздал 7 пасов. Родился я в Омске, там и вырос, там пошел хоккей с мячом в секцию. Дальше как-то начало получаться и потихоньку, потихоньку. Самые высокие достижения? Таких высоких-то нету. В финале высшей лиги играли мы, занял третье место с Арсенийским Востоком. Кроме того, несколько лет назад Михаил уже играл за водкинскую команду. Говорит пословица, дважды в одну реку не входит, ни про него. Старожилы приняли всех новобранцев радушно. Все опытные игроки уже пришли, поэтому спокойно все потихоньку. Сейчас получились по льду уже? Конечно. Полгода почти не стояли. Первый раз, когда вышли после долгого перерыва сюда, вот здесь? Тяжело было, конечно. Первые втягивающие упражнения какие бывают обычно? Стандартные все, раскатка, потихоньку с мячами больше катались. Задача на сезон все та же – выйти в финальный этап соревнований. Стартуют водкинцы в первенстве России среди команд высшей лиги в конце ноября. И в продолжение темы игровых видов спорта. В Ижевске определился победитель первенства «Адмуртия» по волейболу среди девушек и юношей 99-го года рождения и моложе. Участвовали в квалиторах 38 команд. У девушек прошли весь турнир без поражений. Воспитанцы спортшколы «Созвездие» и наставника Галины Удаловой. Они заняли первое место. Юноши праздновали победу сборная Болезинского района, которую тренирует Александр Макимов. А в это время в Краснокамске прошел всероссийский турнир по спортивному и боевому самбо, где представлял «Адмуртию» и успешно воспитанник Воткинской спортивной школы Илья Светлаков. В разделе «Боевое самбо» в весе до 62 кг он занял второе место, уступив в финальном поединке лишь спортсменам из Татарстана. А сейчас побываем на тренировке Ленара Баговудинова, чемпиона мира по кикбоксингу в разделе «Кикбоксинг Форумс». Выиграл медаль он на днях в Будапеште. Вернувшись домой, Ленар вновь приступил к подготовке уже к следующему сезону. О предстоящих стартах, а также о своем выступлении в Венгрии он рассказал Марине Азябиной. В копилке Баговудинова четыре года назад уже было золото чемпионата мира. В 2015-м в Ирландии он завоевал серебро, а потом решил изменить кардинально свою программу для того, чтобы вновь стать лучшим на планете. Говорит, этот вид становится все популярнее, а борьба на международных стартах жестче, соперники сильнее. Сделали немножко интересное начало само по себе и немножко схитрили со временем. Сделали, так сказать, два начала в этом комплексе. Первое начало и второе начало. Стала более динамичнее программа сама по себе. И поменяли, конечно, костюм. И даже на фоне костюма все это выглядит по-другому. Изменил, обкатал новую программу на Кубке мира в Италии. Судьи поставили за нее тогда самые высокие оценки. Бригада арбитров и в Будапеште оценила ее как самую лучшую. В итоге очередное золото чемпионата мира вновь оказалось в копилке ижевчанина. Самая крутая минута чемпионата – это когда стоишь на педестале, а на экране над тобой твоя фамилия и наш российский флаг, и играет гимн России. Ради этой минуты стоит ехать на чемпионат. Сезон завершен на мажорной ноте. Впереди новый. Теперь задача Ленара отстоять свой титул на Европейском форуме в следующем году. А еще он готовится вывести на международный уровень своих воспитанников. Одна из них, Мария Кунгурцева, Виталий на Кубке мира в июне этого года уже выиграла серебро. Это мотивирует детей, потому что они тоже, сейчас я смотрю на них, они стараются как работать, они тоже стремятся. Я вижу их желание, это сказывается на результатах, на тренировках. Думаю, что сейчас мы тоже будем подтягивать молодежь, что они тоже будут подтягиваться на международный уровень. По каждой тренировке отработка отдельных элементов программы и, конечно, общая физическая подготовка. Без этого, считает Ленар, никуда. К другим темам. В Санкт-Петербурге на открытом фестивале по художественной гимнастике «Звездная радуга», на котором выступало 400 юных спортсменок из России, а также Казахстана и Эстонии, отличились гимнастки в Дмуртии. Ева Миронова завоевала серебро. Ивалина Ливанюк и Карина Камалова «Бронзу» второе место заняла и команда наших девочек 9-10 лет. Подготовили их наставники Центра творческого развития «Октябрьский». Воспитанницам комплексной спортшколы «Ижеска» тоже есть чем гордиться. Из Екатеринбурга со Всероссийского турнира они привезли 5 медалей. Победительницей этого старта стала Елизавета Мусина. А Амина Фардеева и Дарья Ермолова были признаны лучшими в номинации «Мисс Симпатия». На этом я с вами прощаюсь. Занимайтесь спортом. Арены города и республики для вас открыты. До встречи!